Как хорошо жить на белом свете. Ну разве он белый? Разве он не зеленый? Я от суеты убежал в лес. Куда машина ездит? Разве вилка? Разве вилка? Пойдет утро. Вдруг медведя встреча? Надеюсь не встреча. В родине медленно живет. Что-то тут видимо бухает. Так вот этот золк, который зовет вас к тому, чтобы вы стали пустым опытом золка. Чтоб навсегда, навсегда, вязаная, подсветная опыт у нас. Чтоб навсегда вы забыли, что есть золная мысль оближенных золка. Что есть большая золная мысль оближающая золка. Какой-то ныне. Вы почему должны стать не способны нести холодных золка. Ни при доступных условиях. И непосредственно знаменем вы не имеете право даже подумать о том, как плохо. Как много сказано это слово было. Как много сказано это слово было. Как много сказано на каждом днем. Для горя, но как мало взнимающих ему слову. Вроде бы немножко прохладнее. Но это великое горе. Горе, которое вы поражаете настоящим с людьми. Ведь как еще, я могла бы полностью. Как много несчастья для боя посещается. Будьте за то, что очистите мысль. Вы научитесь познавать доброе друг друга. Ох, Лес, как я тебя навижу. Это единая семья. Единая и нерушимая. Она возможна лишь тогда. Когда воистину вы познаете братство. Когда воистину вы познаете родное друг перед другом. Когда вы сможете искренне открывать бонус внутрь другу. Не боясь, что бонус может после меня существовать. Потому, что вы знаете истинный центр своих. И это представленный брат. Который все поймет. И никогда. Зините от этого человека. Когда вы можете подсказать друг другу. Не бояться. Что вы можете отец. Прямообида. Это удел неверности одного человека. А ты не заслуживаешь друг друг другу. Это не счастливое понятие. Вы должны уметь быть мудрыми. Если даже слушать все, что вы должны сказать. Вы слушать. Не стирайте эмоции, с которыми вы должны показать. Отбирать на ту истину. Которую пытаются обронить. Возвращение. Ведь, которым вы должны открыты. И как если не брать. Постанься в ошибке. Это великая минута. Когда познав эту ошибку. Вы можете избежать ее. И сделать гораздо большего горя. Когда в великое несчастье. Когда человек взбирает. На ныне ошибки. Вы начинаете ему оправдывать. И даже ничего не исполняет. Как много таких людей. Как много такого. К сожалению. Как много людей не видит. Так вот. Так и с длинной крепкой семьей. Вы только тогда сможете стать неожиданным. Когда в рамаду не поможет. Я иду. 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 Вы сможете только в помощи ухудшения. Только лично. Ибо любая дурная мысль, которая что-то заразится внутри вас, и ежели вы донесете ответственность, это будет суден с ударом по вас. Обязательно. Это будет все-таки меньшее страдительское крушение внутри вас. Это будет большая поведение. Это будет точное поведение. И по вашим мышцам, я уже много раз говорил, над тем более увеличивать силу свою. И если раньше, вы могли что-то неудобное подумать, я ну как бы не отдавал никакого обратного взгляда или тяжелого, то ныне за подобное казалось, и незначительное положение вниз, обратно и за. И это чуть-чуть. По-почему? Ему противостоять. Можно только буквально. Ой, куда я туда иду? Это те поражения, которые могут начинаться в вашей позе. Те болезни, которые будут охватывать молодость и власть. Именно за 6 часов. Спасибо.